Имя Рюрика носил первой известной истории русский князь. Древнейшие летописи сообщают, что в 862 году северные русские племена восстали против покоривших их варягов, изгнали их и начали управляться самостоятельно. Но не было в них правды – встал род народ и была в них усобица. Тогда славяне решили искать себе князя и пошли за море к варягам Руси. Сказали Руси славяне ильменские, кривичи и чуть, «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами». Три брата из варяжского племени Русь – Рюрик, Синеус и Трувор – С родичами своими приняли предложение и отправились в путь. Рюрик основал город Ладогу и сел там княжить. Синеус утвердился в Белоозере, а Трувор – в Изборске. И от тех варягов Руси получила название «Русская земля». Через два года оба брата Рюрика умерли, и он, пойдя к озеру Ильмень, срубил над рекой Волхов город, назвав его Новгородом. Рюрик раздавал своим дружинникам волости и города – Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром. Двое из его воинов Аскольд и Дир с собственными отрядами двинулись к Киеву и завладели им. Рюрик имел сына Игоря, который в год его смерти, 879-й, был еще очень мал. По этой причине Рюрик поручил вести княжеские дела до того, как вырастет Игорь своему родственнику Олегу. Скудные данные о Рюрике поздние летописи дополняют новыми подробностями. Совет послать за мудрым мужем в прусскую землю якобы дал старейшина гостомыслу. Сам Рюрик будто бы происходил от рода римского императора Августа. Спустя два года после того, как Рюрик сел в Новгороде в 864 году, новгородцы забунтовали против него. Рюрик жестоко расправился с недовольными, убив их вождя Вадима и многих его сторонников. Некоторые поздние летописные своды рассказывают, что Рюрик, едва утвердившись в Новгороде, начал воевать повсюду и умер во время войны против карелов. Сказание летописи о первых русских князьях и о Рюрике породило в русскоисторической науке так называемый «варяжский вопрос». Споры вокруг него продолжаются по сей день. Имеется много теорий, по-разному объясняющих начало русской земли, но ни одна из них до сих пор целиком не возобладала над другими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...